Всем здарова! Меня зовут Руслан. И с этого видоса у нас наконец-то начинаются ролики на русском языке, где я буду вам более подробно и в тонкостях рассказывать об этапах выполнения своих проектов. Ролики на английском языке также будут выходить, но это будут ролики, посвященные только лишь реставрации ручного инструмента или, может, какой-то другой антикварной атрибутики. Ну, вот инструмент, как вот этот молоток. Он был не каким, ну, а стал хоть каким-то. Сейчас смотрите, как сделаем. Мне пришли посылки из Москвы, запчасти на новый мой проект, вообще новая тематика. Я предлагаю так, я пока их буду распаковывать, параллельно с вами пообщаюсь, какие проекты вы увидите на этом канале. На новый проект. Смотрите, в 2013 году я начал заниматься, точнее, прокатился впервые на электробайке. И тогда же я прокатился, был на тест-драйве квадроциклов по лесу. И вот это вот сочетание бесшумной тяги и путешествий по лесу, мне очень-очень понравилось это сочетание. В итоге я начал заниматься проектированием постройки рам для электробайков. У нас в первую очередь видосы будут по проектированию и строительству электромопедов, электромотоциклов. Может, электровелосипедов тоже, то есть рамы и так далее. И проекты по строительству станков с ЧПУ. На самом деле весь у меня очень серьезный проект. Я вам чуть позже картинку покажу, расскажу про него с ребятами. Мы тут с очень мощной командой сотворили нехилый такой проект. Потом будут видеоролики по проектированию и изготовлению различного ручного инструмента. Кстати, видно, не видно? Ну-ка посмотрим. Да, вот у нас, ребята, смотрите, запчасти лежат. Это ролик, ведущий ролик на гриндер. Буду делать шлифовальный гриндер. Детали печатаю из пластика АБС. Смотрим, что получится. Ну, пластик прочный. Да что его будет-то держать-то этот, господи, ленту шлифовать? Буквально пружинка для натяжки. Окей, это потом. Это у нас звезды для гусеницы Буран. Видно вам? Так, дальше. Колеса. Приехало мне это все за... Отправили в субботу, сегодня вторник. Из Москвы в Пермь. Раскроем, посмотрим. Ёпти. Проект начинаю по строительству небольшой гусеничной платформы на основе гусеницы Буран. Платформа будет построена в первую очередь для уборки снега, то есть для автоматизации уборки снега. На самом деле, это игрушка. Ничего серьезного, мне кажется, как бы, конечно, из этого не выйдет. Но это такая прикольная будет игрушка. Гусеница, на самом деле, достаточно широкая. На небольших проектах ее можно использовать одно. Разрезав, допустим, болгаркой вдоль пополам. Нам, значит, смотрите, для того, чтобы сделать все красиво и четенько, снимаем размеры. Такой, скажем так, легкий реверс инжиниринг. То есть мне нужно будет в 3D-модели отрисовать полностью эти детали. Образмерили наши детальки, которые будут применяться в нашем проекте. Сначала я их в чертеже отрисую, потом в 3D-модели построю. И начнем вместе уже проектировать шасси, ходовую часть. Самое интересное, в принципе, и самое, когда это спроектируем, там уже процесс пойдет очень быстро и весело. И теперь мы можем приступить уже к прорисовке концепции нашей гусеничной платформы. Мы знаем два важных параметра. Это внутренний диаметр звезд и общую длину гусеницы. Теперь располагаем звездочки таким образом, чтобы у нас выполнялось условие длины гусеницы. При проектировании концепции нашей гусеничной платформы я пытался получить два параметра наибольшей длины. Это габаритная длина гусеничной платформы и длина грунтозацепа, чтобы она была наибольшей. Начал прорисовывать различные варианты, чтобы посмотреть, при каком варианте геометрической формы гусеницы у нас получаются эти значения наибольшими. Конечно же, это будут наибольшими значения, если у нас будет просто плоская гусеница, но там КПД будет нереально низкая. В итоге остановился вот на таком варианте, у нас уже будет определяющим. То есть сама именно геометрия формы, форма, она будет именно такой, но начинка будет уже меняться под диктовкой, скажем так, логики и опыта. Продумываем, каким образом будут работать рычаги, какую они форму будут иметь. Сначала думал использовать велосипедные амортизаторы, но потом вспомнил про пружины. Зайдя в магазин вазовских запчастей, нашел там очень хорошие, крепкие, в смысле, пружины. Вот классики, по-моему, задние тормозные пружины. Стоят 40 рублей, жесткость очень высокая. Ну и дальше уже, скажем так, начинаются уже такие больше дизайнерские, дизайнерская работа. Прорисовываем внутреннюю часть рамы, чтобы это смотрелось более-менее симпатично. Вот такой вот законченный вид в профиль у нас получился, у нашего танчика-кибертанка. Также накидал приколы ради, как будет выглядеть ковш. Далее прорисуем уже детально наполнение, наполнение самих звездочек, из чего они будут состоять. Подшипниковые узлы обязательно прорисовываем. Втулки оси будем делать самостоятельно. И прорисовываем наши рычаги. Рычаги будут собираться по типу шип-паз, то есть сюда будут складываться такие планки. С листовым металлом и лазерной нарезкой работаю уже очень давно, поэтому очень люблю данную методику. Но она, в принципе, старая как мир, ничего нового здесь нет. Детали скрепляются очень надежно и точно. И здесь, получается, прорисовываю уже сам закладной элемент, который будет устанавливаться вот в этот паз. После того, как мы нарисовали чертежи, начинаем строить 3D-модели. 3D-модель звездочки, 3D-модель рычагов, 3D-модель мотора. Нам важно отстроить все покупные детали в 3D-модели, чтобы у нас получилась наиболее точная сборка в дальнейшем. И все, и начинаем накидывать разные-разные варианты внутреннего наполнения. Здесь вот один вариант крепления двигателя, я его не использовал, он был изменен. Самое главное в процессе проектировки – это не столбенеть. То есть начинаются такие затупы, что не знаешь, что дальше рисовать. Нужно просто рисовать и рисовать, рисовать и рисовать. И в итоге лишнее начнет удаляться, а нужное начнет приходить и появляться. И начинается такой уже увлекательный далее процесс. Это как это все будет крепиться, какие будут отверстия, где какие элементы будут расположены. После того, как мы отстроили вроде бы все хорошо, очень внимательно все проверяем. Скрепление детали будет происходить по методу вот таких вот шутпазов. Я делаю это без зазоров, чтобы это собиралось все с молоточка. Таким образом получается достаточно жесткая конструкция, даже без сварки. А потом уже это все обвариваем. В эти полости будет заполняться сварочным припоем. После того, как все отстроили, начинается сложный и важный этап. Очень внимательный. Смысл не то, что даже сложный, он очень необходимый, но нудный. Это проверка. По сути, нужно еще раз все очень внимательно проверить. Словно отстроить это еще раз. Сборку может даже потребоваться пересобрать, если вы будете что-то такое проектировать. Потому что пересборка, она может показать вам новые ошибки. И вот таким образом, когда мы все, 3D-модель все отстроили, мы внимательно выискиваем, нет ли нигде у нас конфликтов и касаний детали об деталь или погружения детали в детали. Субтитры сделал DimaTorzok Если ошибок никаких нету, начинаем вставлять заявку на лазерную резку. Я разбиваю это все, ну, может, все так делают, не знаю. Я разбиваю это все по толщинам 4, 5, 3 мм. И там каскадом выкладываю все детали, которые необходимы. Фирмы, в которые я обращаюсь, они, в принципе, не требуют того, чтобы я самостоятельно, там, компактно это все выкладывал. Они сказали, что делать это все самостоятельно. Все, заявка готова. Отправляется на расчет. Пока она считается, я вот решил прорисовать центральную часть, 3D-модель центральной части всех звездочек, которая будет печататься на 3D-принтере. Пришло уведомление на почту о том, что расчет выполнен. Сейчас посмотрим, какая сумма заказа получается. Волнуюсь, переживаю. 33 тысячи, пацаны. 33 тысячи, конечно, это дохренища. Да нет, ребят, на самом деле все нормально. Просто у меня цель показать вам достаточно технологичный процесс производства чего-либо. То есть, когда идет полноценный этап проектировки, изготавливаются эти элементы на станках. Потом, как конструктор Лего, это легко и весело собирается, если ошибок нет. А большую помощь мне, на самом деле, в этом оказывает мой приятель из Иркутска. Он занимается очень давно не только такими, но и такими тоже прикольными штучками. Канал его работодатель, можете посмотреть в описании. Кстати, о моторах, которые будут приводить движение к гусеницу. Моторы будут использованы от гироскутеров на 350 ватт. Небольшие моторчики. Но с одним очень классным тюнингом. У меня в описании есть канал Кирилла Холодова. Человек перематывает эти моторы на мощность в номинальную 800 ватт. Он меняет внутри ширину магнитов, ставит более широкие магниты. И меняет там что-то количество витков и обмоток. Я в этом плохо шарю, поэтому извините. Но моторы становятся реально сильнее. Они потребляют больше мощности. Соответственно, они большую мощность выдают при вращении, при движении. Выпуски по Кибертанку у нас будут разделены на несколько частей. Первую мы с вами заканчиваем. Это проектировка. Вторая часть у нас будет. Это его постройка. Третья сборка, настройка с тестами. И четвертое, пятое, шестое видео будут. Видеоролики насчет его тестирования. Снег где-нибудь почистим. Попробуем побуксировать автомобиль. Легковой и грузовой. Посмотрим, на что он будет способен. Сам не знаю. Что еще? Да все, ребят. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...